Биолюминесценция Свет используется организмами в самых различных целях. Для привлечения добычи и партнеров, для маскировки, отпугивания и дезориентации врагов или просто для общения с соплеменниками. На территориях Тайвани в 2009 году на свет появились зеленые поросята, которые к тому же еще и светятся. Это природа или аномалия, никто не знает. Как вы считаете, фейк или нет? Обязательно напишите свое мнение в комментариях под этим видео. А мы начинаем. И у нас 12 аномально светящихся живых существ. Блестящие абажуры Эти зелено-пурпурные создания живут у Тихоокеанского побережья Северной Америки. Хрустальные медузы наполняют океанские глубины двумя типами свечения. Они билюминесцентные и испускают пурпурно-синий свет при помощи химической реакции кальция и белка. Этот свет, в свою очередь, вызывает по краю зонтика медузы молекулу под названием зеленый флуоресцентный белок и создает пурпурно-синий свет и трансформирует его в зеленый. С тех пор, как ученые выяснили механизм свечения этой медузы, зеленый флуоресцентный белок стал важным средством в исследованиях. Например, их можно вводить в другие организмы и визуализировать таким образом процессы, происходящие в теле. Светляки. Семейство жуков, способных светиться, насчитывает более 2000 видов, большинство из которых можно встретить в тропической и субтропической зоне. Природа наградила их специальными органами, которые расположены в нижней брюшной части. Различные представители жуков-светляков излучают свет разного цвета – желтого, зеленого или красного. Отличаются они не только цветом, но и типом светового сигнала. Одни жуки могут светиться непрерывно, другие словно мигают, третьи включают и выключают мерцание по необходимости, регулируя яркость в зависимости от внешних факторов. Зачем они это делают? Как правило, для коммуникации в рамках полового поведения. С помощью световых сигналов светляки могут продемонстрировать призыв, согласие или отказ. Бразильская светящаяся акула получила игривое прозвище – cookie cutter, что означает «формочку для печенья». Акула оставляет очень похожие раны на теле своих жертв. Брюшная часть акулы излучает яркий зеленый люминесцентный свет, который делает хищную рыбу менее заметной при взгляде снизу. Таким изящным способом акула-формочка для печенья маскируется. Любопытно, что бразильская светящаяся акула представляет опасности не только для других обитателей океанских вод, но и для субмарин. Так, подводным лодкам ВМС США не раз приходилось возвращаться на базу, чтобы устранить повреждения, нанесенные светящейся рыбой. Улитка-фонарик. Загорается сине-зеленым светом в момент приближения опасности. Если прочие улитки способны лишь на тусклые вспышки в области головы, то улитка-фонарик сияет подобно мощному фонарику. Это свечение не только отпугивает охотников за улитками, но и привлекает хищников, которые выслеживают этих самых охотников. Билюминесцентные бактерии. Как правило, существуют и в симбиозе с другими организмами. Морские животные предоставляют им свое тело в качестве среды обитания и пропитания, а взамен используют способность бактерий к свечению в собственных целях. Например, удильщикообразные рыбы, встречающиеся в тропических коралловых рифах, приютили люминесирующие бактерии в плавнике, на которых они заманивают добычу, а головоногие моллюски поселили светящиеся бактерии в своей мантии. Одноклеточные питаются сахаром кальмара, а взамен делают своего хозяина менее заметным за счет эффекта контрового освещения. Грибные комары арахнокампа. Двукрылые насекомые, обитающие в сырых пещерах, гротах и влажных лесах, питаются грибами. Одна из самых удивительных пещер, в которых обитают комары арахнокампа, находится в Новой Зеландии, на северном острове, вблизи города Уэйтомо. Система залов пещеры кажется планетарием благодаря удивительному свечению обитающих там комаров арахнокампа, которые таким способом привлекают к себе мелких насекомых. Морской сапфир. Не драгоценный камень, а маленький паразитирующий капипод. Крошечное, головоногое, ракообразное существо. Своим названием микроорганизм обязан способности мерцать, переливаясь из одного полупрозрачного цвета в другой, словно драгоценный камень. Такой функцией обладает только самец, видимо, привлекая таким образом к себе самку. Скорпионы. Не билюминесцентные животные, но они излучают яркий синий-зеленый свет, при воздействии на них ультрафиолетовых лучей с определенной длиной волны. Скорпион может флуоресцировать и при достаточном количестве лунного света. По поводу функции, которые выполняет свечение скорпиона в ультрафиолете, ученые спорят до сих пор. Одна из последних гипотез, это дает членистоногим возможность контролировать уровень освещенности, чтобы решить, стоит ли выходить на охоту. Сверкающий кальмар. Способен устроить настоящее световое шоу, которое вы можете наблюдать у берегов Японии. Пронзительно голубое свечение охватывает морской берег в период с марта по май, когда у кальмаров начинается брачный период. Они могут загораться в унисон или создавать целые световые узоры на поверхности воды. Светящаяся морская черепаха. У морских черепах вида бисса обнаружилась способность к биофлоресценции. И это первый случай среди морских рептилий. Удивительное явление было снято на видео. Некоторые морские животные и рыбы имеют на коже особые структуры, которые позволяют им светиться неоновым, красным, зеленым или оранжевым светом. Самостоятельно внешние ткани животных не излучают свет. Свечение происходит вследствие поглощения и трансформации синего цвета. Ранее считалось, что не только этому виду черепах, но и любым другим морским рептилиям такая способность не свойственна. Мантия тьмы. Этот пугающий кальмар живет на глубине 600-1200 метров под поверхностью океанских вод в тропическом и умеренном климате. Он может точно контролировать продолжительность и интенсивность вспышек, производимых биолюминесцентными кончиками щупалец, а также размахивать этими импровизированными фонариками, чтобы дезориентировать противника. Кальмар также прячется в темноте, обвивая себя спутанными щупальцами, так, чтобы на виду оставалась только темная сторона его мантии, из-за чего ему дали название «Адский кальмар» или «Кальмар-вампир». При этом ученые все еще не знают, чем питается этот трехметровый монстр. Удильщик Один из ярчайших хищников глубин океана, живет ниже 3000 метров под водой, имеет водоизмененный луч спинного плавника, выступающий в роли приманки и по форме напоминающий удочку рыбака. На его конце, нависающем над огромным с острыми зубами ртом, расположился кожный вырост, наполненный миллионами светящихся бактерий. Именно на его свет плывут потенциальные жертвы удильщика. Размножаются эти рыбы не менее интересно. Самцы, размеры которых в десятки раз меньше размеров самок, вгрызаются в кожу самки и постепенно начинают одеградировать, срастаясь с ней губами, языком и кровеносными сосудами. Необходимость в глазах, желудке, челюстях и других внутренних органах отпадает, и они полностью атрофируются. А на этом у меня всё. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. Не забудьте подписаться на канал с нажатым колокольчиком, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Зомби Чез, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok